Привет, друзья! Всё о правильной технике тяги вертикального блока в этом видео. Пару слов о том, какие мышцы вы прокачаете тягой вертикального блока. В первую очередь, широчайшие. Это те мышцы, которые дают вашей спине и всему верху тела самые заметные прибавки в объёме. И именно они в этом движении целевые. А дополнительно будут работать бицепсы с брахиалисами, предплечья, низ трапеции, ромбовидные с круглыми и задние дельты. Теперь к самому упражнению. Перед тем, как начать подход, установите сидение тренажёра на удобной для вас высоте. И когда сядете, обратите внимание на пятки. Они должны не висеть в воздухе, а плотно стоять на полу. Теперь выведите фиксатор для ног на такую высоту, чтобы подушка прилегала к верхней поверхности ваших бёдер. Дальше выберите на блоке нужный вес. И подготовка на этом закончена. Переходим к технике. Возьмите рукоять хватом шире среднего. Ориентир это 20 сантиметров от ширины ваших плеч до указательных пальцев. И сразу, почему именно такой хват? Если взяться узко, то больше нагрузки заберут бицепсы. Самый широкий хват хорошо включит спину, но сильно урежет амплитуду. А вариант шире среднего даёт вам качественную проработку спины вместе с полным диапазоном движения. И используйте открытый хват. То есть положение, когда большие пальцы находятся сверху рукояти. Это поможет вашим рукам занять анатомически комфортное положение. Дальше сядьте в тренажёр, заводя колени под опорную подушку. Стопы плотно стоят на полу. Отведите плечи назад, а грудь подайте вперёд. Теперь начинайте движение, опуская лопатки вниз и следом за ними локти. И здесь не старайтесь держать руки параллельно телу. Дайте локтям немного выйти вперёд. Немного это 10-15 градусов, если представить вид сверху. Так движение становится безопасным для ваших плеч. Во время тяги сфокусируйтесь на локтях. На том, как вы тянете их со сведением вниз. А не просто на том, чтобы протащить вес руками. Так вы лучше включите в работу спину и разгрузите бицепсы. Тяните рукоять вниз на выдохе почти до касания с грудью. Прочувствуйте полное сокращение широчайших. И возвращайтесь в исходное положение на вдохе. И здесь не расслабляйтесь, а сохраняя напряжение в мышцах, начинайте следующее повторение. Следите за тем, чтобы во время движения таз не отрывался от скамьи. Потому что для роста широчайших важно не просто дёрнуть рукоять за счёт веса тела, а качественно нагрузить спину. Для этого убедитесь, что вы не отрываетесь от сиденья весь подход. Если движение не получается сделать без рывка корпусом, это сигнал, что в работу включаются разгибатели позвоночника. И это надо исключить. Уменьшите рабочий вес и зафиксируйте корпус. Ваша тяга от первого до последнего повторения должна проходить без инерции. Когда вы опускаете рукоять, не протягивайте её к животу. На уровне верха груди широчайшие уже полностью сокращаются, и дальше нагрузка из них только уходит. А появляется риск травмировать мелкие мышцы, которые вращают плечи. Если локти выходят вперёд ближе к 45 градусам, это говорит о двух вещах. Во-первых, руки тянут на себя больше нагрузки, чем нужно в этом движении. Во-вторых, в таком положении мышцы спины анатомически не смогут получить весь эффект от упражнения. Поэтому старайтесь не выносить локти сильно вперёд. Подтянуть рукоять к себе, а потом расслабить мышцы, чтобы блок свободно летел обратно, это ошибка. Помните, что фаза движения, когда вы растягиваете мышцы, важна не меньше, чем движение рукояти к себе. Поэтому контролируйте оба направления, как вниз, так и вверх. Хороший ориентир – это от 2 до 4 секунд на каждую фазу. Чёткое подконтрольное сокращение и такое же плавное растяжение. И кроме ошибок, есть несколько нюансов, которые усилят эффект от упражнения и сделают его более комфортным и безопасным. Если во время тяги вертикального блока вы чувствовали дискомфорт или боль в плечах, то причина чаще всего во внутреннем вращении плечевой кости. Из-за него при каждом повторении сухожилие защемляется и в итоге травмируется. Этого можно избежать, если развернуть руки вовнутрь. Чтобы было легче понять, представьте, как вы сгибаете рукоять со сторон в середину. За счёт этого локти разворачиваются вовнутрь и положение для ваших плеч становится анатомически комфортным. Но всё это касается тяги блока к груди. А как насчёт тяги за голову? Да, такое упражнение есть. И мышцы спины оно хорошо включает. Но для плеч это настоящая катастрофа. Такое движение для нашей физиологии неестественное. И риск травмировать мягкие ткани здесь максимальный. Мышцы вращательной манжеты плеча, хрящи и связки сустава – всё это попадает под удар. Да, можно урезать амплитуду. Да, можно снизить вес. Но сути это не меняет. Никаких значительных преимуществ перед тягой блока к груди у такого варианта нет. А побочка для плеч серьёзная. Поэтому делать тягу блока за голову с позиции анатомии не рекомендуется вообще. Ещё один нюанс – это ситуация, когда в движении доминирует не спина, а бицепсы. И это не просто посыпавшаяся техника. Это показатель плохого контроля над упражнением. Контроль, конечно, приходит с опытом, а не сразу. Но знать это и стремиться к нему лучше с первого дня. Для этого старайтесь прочувствовать, как работает ваша спина. Волевым усилием напрягайте её на выдохе и ощутите, как волокна мышц растягиваются на вдохе. Чем чётче вы сможете отдавать приказ целевым мышцам включаться в работу, тем больше эффект от упражнения вас ждёт. После того, как вы изучили технику, можно применить вещь, которая поможет вам не рассеивать нагрузку и ещё точнее попадать в мышцы спины. Это лянки. Когда вы наматываете их на рукоять, вам остаётся только немного придерживать ремни пальцами. В остальном, мышцы рук из работы выключаются и всю нагрузку принимают широчайше. Таким образом, ваша спина получает максимальный стимул к росту. Но, как вы понимаете, даже идеальная техника ещё не гарантирует, что ваши мышцы будут расти. К сожалению, это действительно так работает. И техника – это только один кирпичик из десятков, которые строят правильную программу. И если вы хотите сразу прогрессировать, а не заниматься поиском, то под этим видео вы можете получить свой новый, грамотно составленный план тренировок прямо сейчас.